Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Еще в феврале организация WBO санкционировала поединок Женебека Алимханулы в центре ринга Женебек. Против ТОП-Проспекта из Казахстана Хайми Мунгия. Все это время я молчал, потому что уже была похожая ситуация, когда Женебек должен был сразиться с Димитриусом Андраде, кстати очень скользким коварным боксером, но тот Андраде. Вместо поединка с Женебеком он решил подняться на категорию выше и попытать счастья там. В принципе имеет на это право. Но сейчас читаю новостные сводки и все идет к тому, что даже если команды Женебека и Мунгий не договорятся, то в любом случае должны пройти промоутерские торги и мы с вами увидим бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в среднем весе между Женебеком Алимханулы и Хайми Мунгия. И считайте, что это прогноз на предстоящий поединок. Мы сейчас каждого боксера разберем по отдельности, чтобы понять, как именно их стили сочетаются конкретно друг с другом. Народ, срочное важное объявление. На мой взгляд, YouTube могут реально заблокировать. Поэтому пока не поздно, на всякий случай подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылка в первом закрепленном комментарии. Ну что, давайте начнем с Женебека. На самом деле, много раз мы его уже разбирали, но сейчас попытаемся зайти немного с другой стороны. Смотрите, основная информация. Женебеку 28 лет, то есть он в расцвете сил. Прозвище у него казахстанский стиль, ну или казахский стиль, кому как больше нравится. Казахстайл, и что мне нравится, что вселяет надежды, я вижу, его показывают, например, в вечерах бокса Тереса Кроуфорда. То есть, судя по всему, телевизионщики в него верят. А чтобы не верить, любительские достижения хорошие, возраст молодой, идет без поражений. То есть, все круто. И, возможно, его, по сути, готовят к чемпионству и даже к звездному статусу. Теперь, как Женебек бьется? Ну, во-первых, он левша. Я, в принципе, буду показывать из правши. Мне так удобней. Смотрите, так как хорошая любительская школа, тоже Небек, он не пытается идти вперед и противника прямо сокрушить, его там смять, разбить. Нет. То есть, он такой весь чувствительный. Он именно что? Раздергивает, обманывает и щелкает. Щелкает издалека, под разными углами. Очень хорошо подхватывает. Вау! Это именно когда задергал соперника, заставил ошибиться, заставил ударить по воздуху, провалил как бы его, чтобы по воздуху был удар, и подхватил после этого. Технически, как у Женебека построены удары, у него достаточно быстрые руки и техника ударов, по сути, классическая, о которой все чаще забывают современные боксеры. То есть, Женебек, он бьет не руками, проталкивая их, и не напряжением мышц, а Женебек именно из расслабленного положения, он скручивает свое тело, бросает как бы плечи, от этого чуть-чуть натягиваются связки и рука выстреливает. И вот он так бьет боковые снизу, прямые, то есть все удары летят очень здорово, весело. Есть ли у Женебека недостатки? Смотрите, недостатки или не являются это недостатками, но определенные особенности есть. Первое. Обратите внимание, что с какой дистанции Женебек разбивает соперника. Хотя он ногами его дурит, крутит там под разными углами, он к тому же левша, и вот он его провалил, подхватил. Но, по сути, Женебек бьет не очень далеко. Почему? Потому что при ударах плечи он не слишком как бы сильно за среднюю линию разворачивает, и поэтому сверх далеко он в любом случае не достанет. И он, получается, подхватывает соперников, но обычно где-то на средней дистанции, может там чуть побольше средней. Но потенциально он тоже находится в зоне достигаемости ударов противника. Вот сейчас мы пытаемся разобраться, Мунги это как-то поможет или нет. Вторая особенность, то что Женебек, будучи левшой, он использует защиту плечом, использует, ну, фактически шолдер-ролл, или как это можно назвать. Вы понимаете, о чем я говорю. И, когда такую защиту использует правша, то все уже отработано. Потому что ты прикрываешь корпус, правой рукой ты закрываешься от левой руки соперника, от боковых его в первую очередь, можешь иногда и подставку сделать. А, соответственно, вот это вот левое плечо, тебя, когда оппонент засаживает по тебе, правой рукой своей бросает, то ты скручиваешься и этим плечом ты как бы сбиваешь все удары, чтобы они соскальзывали. Но, какая особенность, так как Женебек, он левша, и получается он не так стоит, а он стоит в зеркальной стойке. И определенный риск здесь есть, потому что потенциально правая рука, правая рука может входить как раз вот в эту брешь. То есть, плечо вот это переднее, оно защищает от левой руки, соскальзывает, левая рука будет соскальзывать. Но правая рука, правая рука, если левша стоит вот так вот в шолдер-ролле, то потенциально, если большой мастер тебя бьет, она на самом деле очень даже может входить и попасть в челюсть. Я предлагаю на этом остановиться и перейдем к Хайми Унгия. Можно про него много рассказывать, он молодой, 25 лет, высокий тоже, как Женебек, полно у него энергии, здоровья, нокаутов высокий процент. Короче, просто какой-то непобедимый боксер, на самом деле очень серийный, с очень прочной головой, энергии вообще у него через край бьется. Так вот и Хайми Унгия, на самом-то деле его техника, даже то, как он удары бьет, как он массу вколачивает, все, по сути она довольно простая. То есть, он не является технарем, каким-то боксером высокого уровня с тонкими настройками. Он такой вот грубый, но есть талант природный, то есть много здоровья, смелости, решительные чувства момента, энергии. И вот, ну, за счет этого еще и соперников тоже пока ему подбирают не самых сильных, на самом-то деле, да, но тем не менее. И вот, как бы, за счет этого он их всех побеждает. Ну что, как сложится поединок? Я знаю, что очень многие почему-то мало верят в Женебека. Это выглядит по-разному, что, дескать, Женебек такой замечательный, такой техничный, но дальше порой подводят базу, что все же таки вот выиграет Мунгия. А почему выиграет Мунгия? Смотрите, какая получается ситуация. Что, по сути, Женебек это боксер с любительской школой, с гораздо более тонкими настройками. То есть, я считаю, что как бы они не боксировали, интересно, кто вот предпочтет какой рисунок действий. Женебек, наверное, как всегда, дистанционный бокс, то есть он левша, будет крутить, будет чуть-чуть смещаться вправо в острые моменты, будет пытаться провоцировать на Мунгию, чтобы тот бил, дальше промахивался, его проваливать и подхватывать, да, то есть так будет действовать Женебек. Мунгия, я не думаю, что у него что-то будет получаться. Я предполагаю, что Мунгия будет больше промахиваться, ну и, соответственно, пропускать удары от Женебека. Мунгия пропускает очень хорошо. В чем теперь проблема для Женебека? Первое. То, что вот этот вот его шолдеролл защита плечом, то есть потенциально правая рука Мунгия, она может проходить сквозь эту защиту довольно хорошо. Но здесь тоже не все так просто. Вы понимаете, для этого прямой должен быть прямо такой вот, ну, ювелирный. То есть, если условно там Террес Крофорд бьет, там все как нужно пройдет. Но Мунгия это далеко не Террес Крофорд, то есть у него удар такой размазанный какой-то полупрямой, полубоковой, далеко не факт, что он сумеет им попасть. И, в общем-то, мой прогноз, я предполагаю, что по очкам будет прям так, ну, хорошо вести, переигрывать, обманывать именно Женебек Алимханулы, да. Риски есть, риски еще какие. То, что Мунгия очень хорошо отвечает после пропущенных ударов. То есть, он может ворваться, и вот он нацелен там свои какие-то удары выбросить, и он может даже пропустить, пропустить. И все равно как бы свой удар после этого ударить. Да, такое возможно. Поэтому нужно быть осторожным, нужно Женебеку, когда он попадает, сразу там смещаться в сторону, как можно больше, то есть не стоять на месте. Но, по сути, Женебек обучен, он все это умеет делать, и я думаю, что у него это получится. Поэтому мой прогноз на предстоящий поединок, это, как ни странно, именно победа Женебека Алимханулы. А вам спасибо, что посмотрели данное видео. Всем добра. До новых встреч. Тушу камеру. Субтитры сделал DimaTorzok